МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Китайские боевые искусства. Не поздно ли нам стать мастерами УШУ? Гламур для дур. Мы побываем на специальном предпоказе нашумевшего фильма и услышим подробности съемок из первых уст. И, наконец, мы отправимся на вечер танго в Алматы и научимся исполнять этот жгучий аргентинский танец. Запаситесь попкорном, с нами будет вкусно. Никто не слышал о великом Шаолинском монастыре и не мечтал стать мастером хун-фу или УШУ, парить в небе, как птица и совершать невероятные боевые трюки. Древнее китайское боевое искусство поражает не только великолепной техникой, но и красотой исполнения. А потому турнир по УШУ, который прошел в Алматы, я считаю самым ярким событием уходящей недели. Не скрою, в душе тоже мечтаю научиться хоть каким-либо самым простейшим элементам. Скажите, пожалуйста, насколько максимально приближены вот эти все полеты, что показывают в фильмах, можно ли этого добиться путем ежедневных тренировок? Этого можно добиться только путем ежедневных тренировок. Сами уже научились? УШУ настолько большой и разнообразный вид, что я уже занимаюсь УШУ 23 года, и я постоянно чему-то учусь. То есть есть новые направления, стили, всегда есть чему совершенствоваться. Этим можно заниматься вообще в любом возрасте. То есть УШУ сейчас настолько развивается, что есть отдельно традиционные виды УШУ, есть отдельно спортивные виды, то есть это чистый спорт. Есть боевые виды УШУ. То есть наверняка видели фильм «Ипман» стиль винчун. Это тоже как бы одно из направлений из УШУ. Ну то есть УШУ, дословно переводя с китайского, это боевые искусства. То есть в Китае оно объединяет в себя очень много видов и тем самым очень сильно распространено в мире. Международный турнир посвящен памяти великого казахстанского спортсмена Андрея Колокольникова. Приурочено состязание к 25-летию независимости страны. Такой же молодой можно назвать и школу УШУ в Казахстане. В вашей школе исполняется 25 лет, как и в нашей республике. Такое совпадение небольшое. И скажите, пожалуйста, что нас ждет сегодня? Я знаю, что будет, по-моему, соревнование. Значит, сегодня у нас... Кто с кем будет биться? В рамках открытия... И на чем? В рамках открытия у нас будет китайский фестиваль УШУ. Как раз, помимо того, что 25 лет нашей независимости, также в следующем году будет 25 лет сотрудничества Китая и Казахстана. В рамках этого мы проводим китайский фестиваль по УШУ, где будут показаны показательные выступления разных стран, участников. Также нас ждут соревнования в более чем 35 дисциплинах в разных возрастах, где спортсмены будут показывать владением своим телом, мечом, шестом и другими видами оружия. Также будут парные поединки. Много на турнире и гостей. Своё боевое искусство приехали показать более 100 спортсменов из пяти стран мира, в их числе и наши южные соседи. Мы приехали из Кыргызстана, из Пишкека. Мы занимаем... Ну, я лично занимаюсь 7 лет. Мы занимаемся 3 года. Ну, мы и до этого детства занимались, и возобновили 3 года назад свои занятия. Мы надеемся на лучший результат, но лучший результат не в плане оценок, а лучший результат — свой результат. То есть мы всегда соревнуемся сами с собой, и поэтому здесь мы надеемся на лучший результат, который будет у нас. То есть то, что мы сделаем сами. Поэтому мы, в принципе, не смотрим на участников, не смотрим, какие они, кто сильнее, кто слабее. Мы смотрим на себя. То есть мы совершенствуемся, ну, самостоятельно сделать лучше, чем было. Ну что ж, турнир только начался. И мы желаем всем удачи. Ушу часто путают с кунг-фу. По сути, это одно и то же. Только кунг-фу — это мастерство в различных искусствах и не обязательно боевых. Ушу же является полноценной боевой системой. В Ушу существует два основных направления — таолу и саньда. Ушу-саньда представляет собой спарринги в чистом виде, и образовалось оно только в 1978 году. Ушу-таолау, напротив, насчитывает более тысячи лет. Это искусство было закрытым и существовало в отдельных семьях. У меня в руках тоже, это тоже оружие, да? Веер — это спортивный. Как веером можно защититься? В смысле, нагнать пурю, ветром сдуть его, если быстро махать? Смотрите, веер на самом деле такое оружие хитрое. И нападение, и защита, да? Если нападение, то я могу вам сделать, допустим, так. Или так, да? Или так, или еще как-нибудь. И как щит, да? Как защита. При этом в настоящем боевом веере... Ну, он остановит вот этот вот, допустим, кинжал. Да, смотрите, вот мы сейчас не будем, да, так делать. Вот если вы попадаете, вот попадите вот сюда, да? Так. Я сделаю вот так, и ваш кинжал выбьется у вас. Все. Помимо боевых техник существуют и небоевые. Вы наверняка видели, как в Китае по утрам в основном пожилые люди делают гимнастику. Эта гимнастика называется тайзи-сюань. Она является неотъемлемой частью Ушу и берет свое начало от императорского двора. Арсенал боевых приемов в Ушу чрезвычайно обширен. В первую очередь это ударная техника, захваты, оборонительные приемы. Также возможна работа с разными предметами, начиная от палочек для еды, заканчивая мячами. Работа со всем этим требует большой координации и хорошей гибкости. Большое внимание уделяется развитию и управлению внутренней энергией. Научившись управлять этой энергией, можно использовать силу противника против него же самого. Лично для меня главным событием недели стал предпоказ нашумевшего фильма «Гламур для дур». Пропустить его я ну никак не мог. Еще бы, здесь собрались все звезды кинокартины. И каждого можно было расспросить по отдельности. Дорогие друзья, мы попали на предпоказ клевого фильма «Гламур для дур» называется. И давайте начнем с названия. Что для вас вообще значит слово «Гламур для дур»? Именно «Гламур» или «Гламур для дур»? Да, все вместе. Ну «Гламур для дур» для меня означает только сейчас название фильма. Потому что «Гламур» он, если к месту, то он хорошо. Если не к месту, если там «возенщия», так скажем, то это плохо. Вот такое у меня понятие. Даурен исполняет главную роль в этом фильме. Это, кстати, не главную. Не главную? А какую роль вы исполняете? Главную, все-таки, я считаю, что это героиня Ахпота Ситмагомбет. Ахпота Нур, как она любит. А мы соседи Акбаровой по бокам. О, кстати, совсем забыл упомянуть. Не знаю, как ребятам, но для меня лично главной интригой вечера стал, нет, не показ, а личная жизнь Ахпоты Ситмагомбет. Девушка не на шутку испугала поклонников. Не успев дебютировать в кино, солистка Кешью объявила о своем уходе из шоу-бизнеса. Что же случилось? Ахпота, которая пришла в группу в феврале 2015 года, уже ее покидает. Неужели она не выдержала накала страстей? А может, всему виной личные взаимоотношения Ахпоты с ее продюсером Баян Максатказе? Что могли не поделить две знаменитости? В общем, перебирать причины ухода мы могли бы очень долго. Пока не узнали, уходит Ахпота по собственной воле. А виной всему любовь. У известной солистки Кешью появилась вторая половина. И где бы вы думали, она ее нашла? Правильно, на съемочной площадке гламура для дур. По крайней мере, так заявляет Баян Максатказе. Один из парней, собравшихся здесь сегодня, тот счастливчик, который покорил сердце популярной певицы. Кто он, пока секрет, строжайшая, как говорится, тайна. Но что-то я увлекся, и пора уже вернуться к фильму. Режиссером гламура для дур выступил Оскар Узабаев. Поддержать команду в день предпоказа пришли многие наши актеры. Режиссеры, певцы, блогеры, известные критики и журналисты. В их числе и съемочная группа «Мегаполиса молодых». Актеры поделились с нами трудностями, которые испытали на съемках. Моменты были, да. Не то, что сложные, немножко неприятные моменты были. Которые, я не знаю, как люди оценят. Там я немножко эротические моменты показываю. Ну, в смысле, я как фитнес-тренер предлагаю купить один продукт, который улучшает кровообращение, увеличивает кое-какие там части тела. И для этого я сам как-то изгибался. И что, удалось продать? Да, они все клюнули. Даурен Айдаркулов в новом фильме примерил на себе роль маркетолога. Впрочем, как оказалось, эта роль очень похожа на его профессию по жизни. Мы же продаем, до сих пор продаем артистов. Ну, предоставляем их услуги. Поэтому, и по большому счету, шоу-бизнес – это же немножко продажа воздуха. Мы им говорим, что ваши мероприятия будут таким-то. Потом придет такой-то артист, и он споет вот такую-то песню. Они говорят, может быть, вот этого артиста предложим? А мы говорим, нет, лучше вот этого артиста, потому что за первым столом лучше его, за вторым столом другого. В общем, что-то есть такое, сложное. Продолжим рассказ о гламуре для дур. Обойти стороной главную героиню Ахбот Тусиит Магамбет я никак не мог. Очень было интересно узнать о ее впечатлениях. Уважаемые телезрители, главная роль Ахбот Тусиит Магамбет в фильме «Гламур для дур». Ну, расскажи, давай, у тебя первый опыт? Я, Бронша. Как, самой понравилось? Да, первая, но я могла еще лучше сыграть. Там много моментов сократили, вырезали. Ты прям выложилась очень классно, фильм всем понравился. Были такие моменты, когда ты смешила людей, были такие моменты, когда люди просто рыдали. У тебя на самом деле большой талант. Скажи мне, пожалуйста, жизнь не какая-то на самом деле, больше такая юричная или же такая веселая хопатушка? Если я огорчена, то не показываю этого, если смеюсь, то от души. Позитивнее, да? Съемки фильма проходили во многих частях Алматы, в том числе и на знаменитой барахолке. Девушка прикупала там себе новые наряды. Интересно, а в реальной жизни как часто Ахбота ездит туда? И когда в последний раз покупала себе вещи на барахолке? Ахбота, в фильме показали, что ты одевался на барахолке. Вот тут у меня просто вопрос созрел. В жизни ты когда-нибудь? В реальной жизни ты когда-нибудь одевалась на барахолке? Да. В 16 лет на первом курсе, да, и в 14 лет в школу покупала, конечно, удобные вещи, красивые. Какие самые фейковые вещи ты помнишь? И за какую цену? О, покупала сумку за 7 тысяч тенге. Всем говорил, что это оригинал. Я еще наглая такая, всем говорю, это оригинал. Какой там, через неделю порвалась? Это оригинал, вот, Кузар Харанда. Какой там, я оригинал. Я не знаю, брат, это так. Ахбота, как оказалось, любит не только преувеличивать, но и драться. Скромная на вид девушка – гроза в своем окружении. И еще был такой момент, когда Кузар Харанда Сибайл прямо в нос ударил, у него кровище просто пристало. В жизни какая-то явила, когда она не дралась? Мы, типа, сними, вас отрилили всем. Мы, типа, сними, мы, типа, сними. Дерусь со школьных времен. С одноклассниками дралась, потом в колледже, в общежитии жила, и там со старшекурсниками дралась. Лицо было в снегах, у них губы были порваны. Я все помню, но почему-то, когда взрослые узнавали, они на мою сторону вставали. Даже если была я не права. Пока мы весело болтали с Ахботой, показ фильма закончился. Мне лично фильм очень понравился. Много смеялись и где-то аж слезы наворачивались. Фильм получился с глубоким смыслом. Можно сказать, добрая пародия на все то, что происходит сейчас в Казахстане. Картина уже в прокате, так что всем гоу-гоу-гоу. А пока главные герои не разбежались по домам, спросим и их мнение. Итак, дорогие телезрители, показ фильма «Гламур для дур» только что закончился. Одну из классных ролей сыграла Гульнара Сильбаева, моя землячка из Уральска. Гульнара, расскажи, было больно получать от работы? Прям хрёвк не стало там, спасибо. Ну это все чудеса и, в общем, волшебство кино. И вообще мы все девочки такие нежные и милые. Но когда надо, когда режиссер говорит «надо», тогда мы все делаем, потому что мы актеры, и это наша работа. Ну, на самом деле, ну не больно, конечно. Гульнара, было несколько моментов, когда вы попадали в такую ситуацию, и это стеклянная дверь, и там звук такой был, все прям серьезно в зале. Это было по правде или все-таки чудеса монтажа? Ммм, это не по правде, но ты сам врезаешься в дверь, просто изображаешь это так, что это сильно. Ну как бы, я могу не врезать и вот так вот это показать, допустим. Понимаешь? До этого роли они были все равно у меня, ну там тоже девушка из аула там, или, ну такие милые, нежные, хара-пайм-хастар. А вот тут такая вот, ну отражая современность, как бы, мы можем наблюдать таких девчонок, ну не одну у нас, по улицам Алматы, или скорее ресторанах и ночных клубах. Показ закончился, Аселия, я вас в первую очередь поздравляю с вашим первым полнометражным фильмом. Спасибо. Главная роль Аселия, она телеведущая, и как мы ее сегодня убедились, классная актриса. Спасибо. Скажите, о сложных моментах, сложно ли выдавливать слезы, или это все-таки были не настоящие, вот мне прям интересные? Нет, слезы, это когда ты себя приводишь в определенное эмоциональное состояние, то это не сложно. Так это все-таки были? Это были мои слезы, настоящие. Заканчивая свой рассказ о показе, я все-таки думаю, фильм понравится зрителям, особенно молодежи. Ведь «Гламур для дур» – это комедия о сокровенных мечтах, о ценности друзей и о взаимоотношениях между близкими людьми. Конечно же, о рассказанных в юмористичной, а может и в реалистичной подаче. Что в будущем, какие проекты впереди, когда мы в следующий раз на следующем предпоказе также поговорим и уже обсудим новый фильм? Ну, весной, там у меня не главная роль, а основная роль, очень тоже такая интересная, забавная, я бы даже сказала. Это фантастическая комедия, все из-за мужиков, выйдет весной 2017 года. Замечательно, играете вы там? Софию, я там в службе такси работаю. Диспетчер? Ну, не диспетчер, я за баранкой. Здрасте, как вам фильм? На фильм нормальный? Нормальный, нормально. Итак, вернемся к бульнаре. Все, спасибо. Все, спасибо, пока. Рахмет. И сделайте. Ну что ж, уважаемые телезрители, пока Даурен Айдаркулов увеличивал части тела, ах, бота избивала своих сверстников, прошло уже немало времени и мне пора спешить. Наверняка заждалась Юля. Не только заждалась, уже чуть не уснула. С самого утра я собираюсь на танго. И сегодня, как никто другой, Кайрат, ты мне нужен. Не паникуй, Юля, я уже здесь. И для начала предлагаю познакомить всех с танго. Я думала, Кайрат умеет танцевать только хара-жорха. Оказывается, нет. И танго у него тоже неплохо получается. Трудно представить, что аргентинский народный танец первоначально исполнялся исключительно мужчинами, а получил распространение он от африканских сообщих в Буэнос-Айресе. Слово «танго» тоже африканского происхождения. С нигерийского оно означает «танец под звук барабана». Сегодня танго – любимый танец алматинцев. Танцуют его абсолютно все. Ну что ж, давайте оцените, пожалуйста, как Юля сейчас танцует. Получается ли у нее? Вы знаете, нет ни одного человека в этом мире, который бы не смог танцевать. А сколько вообще учится танцевать по времени? Это очень такой риторический вопрос. От таланта же зависит, да? Нет. Смотря чего вы хотите. Это танец-импровизация. И в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга. Самым выразительным же моментом танца является пауза. Звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах. Это и есть точка высшего напряжения. Танго, пожалуй, самый чувственный танец на планете. Здесь не принято разговаривать и улыбаться. Танго даже не смотрят друг другу в глаза. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, это вечер аргентинского танго, называемый «Мелонго». В нашем клубе, в «Тангосквер», он проходит каждую субботу, каждый вечер. В городе среди недели есть еще несколько «Мелонг», то есть танго-сообщество, как великой нашей радости, оно продолжает расти и развиваться. Танго набирает обороты, что нас очень радует. А сколько людей приходит в таких вечерах? Всегда по-разному, но в среднем может быть 30-40 человек, когда проводятся большие мероприятия. Так, как у нас их называют, принято называть «гранг». А у меня это может быть в порядке 60-70 человек. Учиться танго долго не придется. Это танец импровизации, и в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга. Самым выразительным же моментом танца является пауза, звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах. Это и есть точка высшего напряжения. Дмитрий, спасибо вам большое за урок танго. Скажите, какая я ученица, все ли так плохо, или может быть есть какая-то надежда у меня? Все очень хорошо. Танго требует времени, надо пройти свои танго-километры, надо развивать чувство, чувство движения, чувство партнера. Все будет отлично. Сразу оговоримся, танцуем мы с Юлей впервые, так что не судите строго. Вот так прошел сегодня наш день, насыщенный китайским ушум, гламурными новостями Алматы и прекрасным аргентинским танго. Уважаемые телезрители, с вами была программа Мегаполис молодых. Всем хороших выходных, пока! Субтитры подогнал «Симон»!